Здравствуйте, уважаемые любители и профессионалы боевых искусств! Я Роман Карасьев, вы смотрите видеоканал Планета Дзюдо. Сегодня вашему вниманию я предлагаю послушать лекцию Кана Дзюгора, которая была опубликована в журнале «Дзюдо» в 1918 году. Эта лекция называлась «Рассуждение о трех ступенях дзюдо». Данная лекция на русском языке размещена в научно-методическом сборнике «Хидэн». Перевод выполнен Алексеем Горбылевым. Кана Дзюгора. Рассуждение о трех ступенях дзюдо. В чем конечная цель практики дзюдо? В те времена, когда современное дзюдо еще не оформилось, в ту пору, когда наиболее распространенным его названием, принятым в обществе, было название дзюдзюцу, целью практики дзюдо являлось главным образом овладение приемами нападения и защиты. Конечно, не вызывает сомнений, что уже и тогда некоторые последователи дзюдо задумывались о том, что искусство, которое они изучают, может быть использование для служения государю и стране или для применения в целях самозащиты. Но даже и в таких случаях цель, которую они ставили при изучении дзюдо перед собой, была все столь же примитивной. К тому же, как мне кажется, большинство последователей дзюдзюцу вообще не задумывались над тем, что они будут делать с этим искусством, изучив его, скорее их единственной мотивацией к изучению дзюдзюцу было стремление стать сильнее. Но после того, как оформилась наша школа дзюдо Кадакан, дзюдо стали рассматривать уже не только как искусство нападения и защиты, но еще и как способ физической закалки и духовного воспитания. А потому, поскольку теперь физическая закалка и духовное воспитание также стали рассматриваться как цели практики дзюдо, в занятиях с самого начала акцент стал делаться на том, что натренированное тело и взрослый дух должны использоваться для совершения благих дел. Но в результате, по причине того, что все внимание было сосредоточено именно на разъяснении сущностей закалки и воспитания, теория использования взращенных таким образом сил была сравнительно примитивной. Поэтому на данном этапе я хотел бы рассмотреть все три выделенные мною цели практики дзюдо, не отдавая предпочтения какой-либо одной из них. Дзюдо не заканчивается на приемах нападения и защиты, на воспитании и закалке. Трудно решить, какая из трех названных целей практики дзюдо является более, а какая менее важна. Но если рассматривать эти цели в порядке их достижения, то фундаментом всему будет основательно овладение приемами нападения и защиты, ибо только на этом фундаменте становится возможными закалка тела и воспитание духа. И только на следующем этапе, уже обладая закаленным телом и духом, человек способен в полной мере осуществить задуманное. Поэтому с точки зрения очередности достижения целей практики дзюдо, использование своих способностей на благо общества является самым последним вопросом. Но если мы взглянем на эту проблему с другой стороны, то мы примем к выводу, что именно применение своих способностей для блага общества, чтобы принести ему максимум пользы, должно быть конечной целью всякой человеческой деятельности. Причем я считаю и физическую закалку, и духовное воспитание лишь средствами достижения этой цели. А поскольку физическая закалка и духовное воспитание в нашем случае осуществляется посредством тренировки в приемах нападения и защиты, то тренировка приемов нападения и защиты оказывается в конечном счете всего лишь средством приобретения другого средства. Таким образом, в зависимости от точки зрения, можно выстраивать разные теории. Но я полагаю, что из соображений удобства целесообразно поставить тренировку приемов нападения и защиты на самую низшую ступень и определить ее как низшую ступень дзюдо. Соответственно, способы приложения возможности личности для блага общества, которые познаются в последнюю очередь, можно определить как высшую ступень дзюдо. А физическую закалку и духовное воспитание, которые можно охарактеризовать даже как побочные продукты тренировки в приемах нападения и защиты, как среднюю ступень дзюдо. Выделив три этих ступени, мы видим, что дзюдо не только не должно ограничиваться одной лишь тренировкой в приемах рукопашного боя, но оно должно подняться и на более высокую ступень, нежели ступень физической тренировки и духовного воспитания, поскольку в противном случае оно не сможет действительно послужить на благо общества. «Какими бы великолепными личностями и качествами не обладал человек, сколь бы ни был развит его интеллект, сколь бы сильным и здоровым ни было его тело, если он умрет, так ничего и не совершив, все его замечательные качества пойдут, что называется, прахом». И даже если кому-то удастся достичь личного совершенства, это еще не значит, что он сможет принести пользу обществу. Я хотел бы, чтобы каждый последователь дзюдо осознавал, что в дзюдо существуют эти три ступени и не допускал в практике дзюдо перекосов в пользу достижения только одной, какой-либо из указанных трех целей. Какими должны быть методы углубленного изучения дзюдо? Далее я попытаюсь вкратце рассмотреть методы углубленного изучения дзюдо с учетом выделенных мною трех его ступеней. На низшей ступени дзюдо целью является овладение приемами нападения и защиты. До сих пор мы тренировались почти исключительно в приемах безоружного боя. Оружие же применялось нами только при выполнении стандартных парных упражнений ката. Однако в последнее время я думаю о том, чтобы на занятиях дзюдо в детских группах с самого начала обучать комплексу приемов фехтования ката, рубящих ударов, уколов и защит от них с использованием взамен бамбуковых мячей кэндо специальных тренировочных мячей, изготовленных из резины или из ткани, накачиваемых воздухом. В общем, мой замысел состоит в том, чтобы включить в каком-то виде приемы фехтования, которые в настоящее время изучаются в кэндо в виде ката в нашей тренировке под дзюдо. По существу, я полагаю, все то, что отвечает цели овладения искусством нападения и защиты, будь то приемы боя копьем, алибардой или любым другим видом оружия, должны быть включены в программу дзюдо. Но, поскольку из всех видов оружия наиболее широко применяются именно меч и длинная палка бо, то мне думается, что искусство фехтования, которое сейчас принято называть кэндо, должно быть в какой-то форме включено в программу дзюдо, как один из ее наиболее ценных элементов. Причем нам нужны не только стандартные формы ката, но и, конечно же, соревновательные поединки сиай. Я считаю, что с одной стороны, в будущем в стандартных тренировках дзюдо найдут применение некоторые ката из нынешнего кэндо, а с другой, думаю, что и современное кэндо также не остановится в своем развитии на нынешних формах. Ведь сегодня, с практической точки зрения, овладею приемами фехтования мечом, нет смысла уделять столь же много внимания, как в старину. Если сравнивать фехтовальщика мечом с человеком, прошедшим надлежащую подготовку в дзюдо, то он имеет преимущество только в том случае, если он уже извлек свой меч из ножен и принял боевую изготовку. Во всех других случаях фехтовальщик, не имеющий подготовки в дзюдо, чрезвычайно уязвим. Поэтому я убежден, что последователи кэндо со временем признают, что им нужно параллельно с кэндо изучать и дзюдо. Я считаю, что в будущем дзюдо и кэндо должны слиться и стать одним целым. Но, разумеется, поскольку существуют определенные обстоятельства и предупреждения, достичь этого единства в скором времени, видимо, будет затруднительно, но тенденция к достижению такого единства уже определенно имеет место. В то же время я полагаю, что в будущем нам едва ли удастся избежать разделения последователей боевых искусств на две группы, одна из которых будет делать особый акцент на изучении фехтования мечом, а другая относится к фехтованию мечом с пренебрежением. Что касается бокса и ему подобных единоборств, то в будущем, вероятно, дзюдоисты приложат определенные усилия для их изучения. Кроме того, я полагаю, что определенную ценность представляются также и такие единоборства, как сумо, сават и другие. Их мы тоже должны изучить. Однако нужно иметь в виду, что между методами их практики, как чистых единоборств, и методами их практики, как средств физического воспитания, существует вполне естественное противоречие. Если эти дисциплины практикуются с целью физического воспитания, то их следует включить уже в среднюю ступень дзюдо. Что такое средняя ступень дзюдо? Если мы зададимся вопросом, чем помимо физического воспитания нужно заниматься на средней ступени, то мы увидим, что это духовное воспитание для достижения целей, которого используются различные возможности, представляемые тренировками. Внимательное наблюдение за тренировками других, анализ различных технических приемов и поиски новых тренируют тело и сознание, развивают способность самоконтроля, взращивают смелость и в конечном итоге позволяют достичь такого уровня, когда и тело, и дух человека полностью подчинены его воле. Благодаря такой закалке тела и воспитанию духа мы приобретаем и многое другое, что можно охарактеризовать как побочные продукты тренировки. Я имею в виду в частности то удовольствие, которое мы получаем от тренировки, ту радость, которая наполняет нас, когда в поединке мы ощущаем зрелость своего мастерства, а на еще более высоком уровне то эстетическое наслаждение, которое приносит наблюдение за мастерским исполнением приемов другими дзюдоистами или же их самоличное выполнение. Все это, по моему мнению, также следует отнести к средней ступени дзюдо. Что такое высшая ступень дзюдо? Поскольку я называю высшей ступенью дзюдо наиболее эффективное использование на благо обществу физических и духовных сил, обретенных в практике дзюдо на его низшей и средней ступени, то это чрезвычайно широкое поле деятельности, которое одновременно требует наибольшего практического опыта и работы над собой. Даже самые обычные, совершаемые каждый день действия могут согласовываться с сущностью дзюдо, а могут не согласоваться с нею. Эту мысль будет легко понять, если мы попробуем оценивать все свои действия с точки зрения того, были ли при их совершении в каждом конкретном случае возможности сознания и тела использованы самым эффективным образом или нет. Любое, даже самое малозначительное действие человека мы можем оценить на предмет того, отвечает ли оно данному принципу или нет. Например, физическое слабосилие совсем не обязательно является врожденным. Зачастую физическая слабость есть следствие совершенных некогда поступков, которые шли против принципа наиболее эффективного использования физических и духовных сил. Нельзя забывать, что очень часто слабость проистекает из того, что человек, не понимая духа времени и не внимая советам друзей, в прошлом, в надлежащее время не уделил должного внимания тренировки своих физических и психических сил. Во многих случаях главная причина успеха или неудачи конкретного человека состоит в том, приложил ли он в нужный момент необходимые усилия или нет. Если человек уверен, что он использует свои психические и физические возможности максимально эффективным образом, он защищен под разочарованием и огорчением. Если вы спросите, почему, я отвечу так, если человек использовал все свои силы максимально эффективным образом, ему уже некуда будет приложить какие-либо дополнительные усилия. Раскаяние, душевные страдания – это психологические состояния, возникающие тогда, когда человек не сделал того, что нужно было бы сделать, или если его решимость сделать нужное была недостаточно сильна. В будущем я собираюсь тщательно изучить самые различные повседневно совершаемые людьми действия с точки зрения и к соответствии этому основополагающему принципу, с тем, чтобы таким образом помочь нашему обществу, по крайней мере, тем его членам, кто практикует дзюдо, освободиться от необходимости растрачивать свои психические силы на раскаивание и душевные терзания. Спасибо за внимание. Изучайте дзюдо, изучайте боевые искусства, читайте научно-методический сборник «Хидент». С вами был Роман Карасев.